Руководство Евросоюза, вводя односторонние силовые меры против России и Китая, действует контрпродуктивно и множит тем самым череду конфликтов. Так немецкий политолог Александр Рар прокомментировал газете «Взгляд пассаж» главы европейской дипломатии Жозепа Бореля в понедельник после заседания Совета ЕС о том, что Кремль якобы держит курс на конфронтацию с ЕС. Рар полагает, что европейцы потеряли способность вести результативную внешнюю политику, что связано с прессингом со стороны заокеанских партнеров, а также с непрофессионализмом отдельных функционеров Евросоюза. Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой китайского МИДа ВАН и отметил, что страны Запада разучились эффективно использовать дипломатические инструменты, Россия же и Китай отстаивают совместные взгляды относительно неприемлемости силовых методов международной политики. «Европа, как всегда, и в этом ее главная ошибка, ставит себя в положение носителя более высокой морали. Мы более правильные, и поэтому нам с нашей колокольни все позволено», считает германский аналитик. Брюссель в последнее время все чаще использует силу в отношениях с Москвой, поэтому адекватная реакция со стороны Кремля не должна вызывать удивления. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства высказал идею создания широкой коалиции международных сил против санкций США. По его мнению, лишь в этом случае Вашингтон может пойти на попятную и перестанет использовать политику санкций в деле достижения мирового господства.